Здравствуйте, на ваших экранах программа «Городские встречи». Я ее ведущая Марина Комиссарова. Сегодня у нас в гостях эксперт-техник Института бизнеса и управления Евгений Мартынов. Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в студию. И для начала, чтобы мы с телезрителями понимали, о чем будет беседа, расскажите, пожалуйста, кто такой эксперт-техник, чем вы занимаетесь? Эксперт-техник – это человек, который старается в силу своих способностей, образования урегулировать взаимоотношения между владельцем автомобиля, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, и страховой компанией. Это если в общем говорить, для того, чтобы было понятно. Страховые компании выплачивают определенную сумму за застрахованный автомобиль по так называемому «ОСАГО». Для того, чтобы определить эту сумму, как раз и необходим человек, обладающий специальными познаниями, называемый эксперт-техник. У вас, получается, наверняка уже довольно-таки большой стаж работы и множество оцененных автомобилей после дорожно-транспортных происшествий. Может быть, яркие примеры какие-то вспомните из последних месяцев, особенно вот сейчас участились в связи с гололедом, с погодными условиями, наверняка участились обращения к вам. Наиболее сложный вопрос, который разбирает эксперт-техник, это вот как раз разбор дорожно-транспортного происшествия. В частности, был у меня в самом начале моей карьеры случай, когда ко мне пришел клиент с бедой. У него уже шел судебный процесс, и согласно постановлению ГИБДД, он был признан виновным в дорожно-транспортном происшествии. Дорожно-транспортное происшествие было довольно-таки сложное. Он стоял на красном свете на перекрестке. Когда начал загораться желтый свет, и затем должен был загореться зеленый, он включил двигатель, начал прогревать мотор, ну, брать обороты, чтобы тронуться. И при зажигании зеленого света, это с его слов, и со слов противоположной стороны стоящего автолюбителя, он начал движение. А по пересечению перекрестка, пытался этот перекресток пересечь, проехать другой водитель на желтый свет. Видимо. Как это впоследствии выяснилось, так оно, в общем-то, и оказалось. Но в связи с тем, что один человек начал движение, а другой пытался завершить, встреча оказалась неминуема, и на перекрестке произошло столкновение. Столкновение очень серьезное. После столкновения тот, который пытался закончить свой маневр по пересечению перекрестка, отскочил метров на 20 от места столкновения, перевернулся и еще метров 20 проехал на крыше. Соответственно, получив материалы дела, я согласился сделать автотехническую экспертизу по этому вопросу. Когда получил материалы дела, я изучил все мнения участвующих сторон, а также свидетели, а затем произвел расчеты. Расчеты производятся, если, сказать, с точки зрения обывателя, довольно-таки просто. Но к ним нужно подходить с соответствующими знаниями, естественно. Хотя, я вам скажу сразу, что за основу этих расчетов берутся знания физики восьмого класса. То есть, обычная работа, энергия и так далее, и тому подобное. Масса, скорость, то же самое. Согласно этим расчетам, выяснилось, что человек, который ко мне обратился, оказался не виноват, в конце концов. Тот, что пытался закончить свой маневр и заявлял, что он ехал со скоростью 50 км в час, выяснилось, что он ехал с другой скоростью, значительно превышающую заявленную. То есть, вы как эксперт техник сумели с помощью данного вам материала расчетов определить, какие показатели были у каждого из участников ДТП в момент. Да, это можно рассчитать, это же физика, математика, собственно говоря. Когда есть возможность оперировать теми данными, которые имеются в материалах дела на хорошо составленной схеме сотрудников ГИБДД, потому что, почему я так сейчас сказал, зачастую, когда получаешь материалы, то схемы составлены, бывают, довольно-таки поверхностно. Ну, в этом наша беда, может быть, и, собственно, тогда с этой схемой работать практически невозможно. Но часто бывают, попадаются мне в руки схемы, составленные пунктуально и достаточно подробно. Смотрите, у нас вот сейчас существует практика, когда сами участники ДТП могут составлять схему. С такими схемами приходилось вам работать? – Знаете, я очень к этому отношусь, ну, скажем так, нерадостно. Во-первых, люди, которые составляют схему после ДТП находятся в шоковом состоянии. Они не могут иной раз даже вспомнить, как себя зовут, самого себя. А тут им нужно составлять схему с реальными замерами. Человек приезжает ко мне с этой схемой. Это во-первых. Во-вторых, то, что касается вот этого так называемой схемы, это составляется при европротоколе обычно, так называемом, да? То есть, без заявлений в ЕБДД, которое подразумевает выплату по всей России до 50 тысяч, что такое 50 тысяч рублей для современного автомобиля. Посмотрите на дороги, где там ездят наши автомобили. Много ли найдете вы на этих дорогах дешевых автомобилей, на которые бы стоили 100, 200 тысяч, 300 тысяч? Ну, это Лада Гранта, линейка ВАЗов, которая уже, собственно говоря, отживает свой век эти 14-й модели, десятки, девятки, восьмерки, семерки, шестерки. Да, там еще можно говорить о вот этом ограничении 50 тысяч рублей. Но, извините, вот у меня буквально недавно был случай, когда владелец автомобиля Toyota RAV4 точно так же при столкновении разъехался со своим обидчиком. Ну, поверхностно посмотрели, вроде бы, повреждения незначительные, договорились, согласились, что да, это европротокол, до 50 тысяч, там будут царапинки небольшие на бампере, царапины на расширке радиоатора, все. А когда столкнулись с полным осмотром поврежденного автомобиля, я приехал на его разборку, то сумма увеличилась в три раза. То есть, изначально не с профессиональным взглядом определить это было практически невозможно. Невозможно. Да, можно сказать, что примерно в Рязани покрасить бампер это будет стоить где-то порядка 4-7 тысяч, в зависимости от того, где ты красишь. Это все с работами, покраской и так далее. Но, извините, под бампером находится куча дорогостоящих деталей. В передней части автомобиля, например, у некоторых имеются очень дорогостоящие фары, что в данном случае произошло. При ударе о бампер, бампер как бы расплющивается и верх приподнимает свой. Упираясь в фару, он ломает этой фаре кронштейна. И увидеть это было нельзя, если не привлечь специалистов. Ну, естественно, когда капот не откроешь или, например, не разберешь этот автомобиль, увидеть это невозможно. А еще надо снимать бампер, а что под бампером там находится. Тоже бывают такие моменты, знаете, очень интересные, когда у меня был автомобиль BMW и X3 вроде повреждений снаружи небольшие, а когда начали разбирать, там вышло на значительную сумму. Я зачастую страховая, даже страховая компания в данном случае и 50 тысяч может не выплатить, например, 43 тысячи, 45 тысяч, потому что в единой методике у нас имеется так называемая дельта, называемая погрешность 10 процентов при работе различных экспертов на различных программах. Но почему-то эта дельта всегда трактуется в сторону страховой компании, а не в сторону владельца автомобиля. Евгений Евгеньевич, я думаю, что эта наша беседа короткая была очень полезна для телезрителей. Спасибо, что согласились прийти к нам в студию. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Будьте осторожны на дорогах. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова